Все важные ссылочки на случай полной зленицы в описании, проходим и подписываемся, а особенно про бусти не забываем, а если лагает, переходим в телегу. Всем хэллоу, и с вами долбоюб, который хотел взять Берлин, а по итогу проебал Петроград. Ну практически, хорошо, что сейв приятный сохранился. Боже, якая хуйта. Хотя это, походу, мне все равно не поможет. Как вообще Финляндия так долго существует без Хельсинок? Все, надо добивать поганую, склизкую, тварь! Не, ну это не дело, что-то минус морали, минус вайп. И ведь еще этот сраный Берлин таки надо брать. Ой, а вот об этом я и не подумал. А где Мангувер-то, ребят? Пока всего 500 тысяч обнулились, это вообще ни о чем. Но, предположим, еще от Украины 1200 отлетело. Это все равно мало. Не, ну это не дело. Надо продолжать мобилизавриков. А, так они у меня и так происходят. Ну сейчас еще пару процентированных нагонится и еще дивизий наделаем. Благо по снаряге я могу. Российская экономика в этом моде настолько имба, что мало того, что сама по себе от черного понедельника лечится, так еще и в процессе второй, самой большой войны в истории человечества, выходит в плюс по производству практически по всему. Мобилизавриков проведу и дивизиями усрусь просто. Вот реально, на удивление, скорее с людьми проблема. Хотя должно быть как-то наоборот. Не считая про... Столицы, все очень даже хорошо идет. Ребята, я не понимаю, это уже какой-то психодел и фантасмагория. Там, где раньше были несуществующие белорусы, теперь солдаты Улья Новой Англии, но в Новой Англии нету никакого Улья. Ого, угу. Вот так, да? Ну, практически попали, только это не Уля и не Новой и не Англии. Хотя уже получше, чем с Южно-Итальянской, Украинской, Социалистической Республикой. Злобные, магические хуй, гномики-феи чудят. Так, и сколько ли экспактовцев нащелкаем после закрытия польского котла? А давай побольше. Пять миллионов потерь уже! А когда? Кто? Я? Чего? Япония 700 тысяч? Больше, чем Россия и Франция? Ты че там учудил, дурачок? Ну ты, индеец! 700 тысяч на Тихом океане. Обычно они там просирают пару дивизий и сразу же убегают, обоссавшись и обрумынившись. В этот раз решили держать колонии, но походу лучше бы все-таки съебались в ужасе. Уро! Я не прохал столицу! Гол! Со сфинктером пора заканчивать, они обнаглели совсем. До сих пор твари Керчь удерживают, сколько времени уже прошло. Съебались отсюда? О-хо-хо-хо! Сюда! Моя стратегия штурмовать Берлин только когда будет нормальное снабжение с юга стран на себя повела. Нормального снабжения нет, а вот Берлин че походу будет. А там аусерей спакт хлопнется и не придется по финским горам и весям до последней деревни скакать. Они, может, и меньше остальных дивизиями насрали, но гораздо неприятнее, как бы это ни прозвучало. БАААААА! Иди гуляй, дядь, где-нибудь в Шницель-Африке. Дальше уже можно и на автоплане идти, чтобы больше очков, чем коммуняки, успеть загробастать. Вот и помер дед Вильгельм. А? Да как вы меня все за***ли-то, а? Австрийцы, вы бы хотя бы предупредили перед тем, как войну объявлять, а то теперь черти как немцы. Вообще, если бы не вот этот фокус, который оказался неожиданно пропущен. Я бы еще полмесяца внутриигровых не понимал, что тут вообще происходит. Не, ну этих, конечно, тоже надо было за Первую мировую наказывать, но в какой-то более расслабляющей и умиротворенной обстановке. Мир агрессивных уродов просто нападают и нападают на меня. За что? Я никому никакого зла не совершил. Между прочим, обидно. Не дают спокойной мирной стране мирно развиваться, столицу забирают, гады, сволочи, твари, недовижу вас. А мне-то, между прочим, обидно. Такое крысятничество Германии все равно уже не поможет. Мы выходим на оперативное раздолье, там пропушиваем, еще немножко котелков и все. Гады вы все, не хочу я больше с вами играться. Я удивлен, а что это на территории немцев такое хреновое снабжение? У них же уорднунг, уорднунг, все вот это вот говно. Даже на украинском фронте с этим попроще было. Это сейчас самая большая проблема так-то, даже больше, чем армия противника. Опять все печально как-то, как под Берлином. Еще австрийцы дивизий подвели, они вам скоро непосредственно в Австрии понадобятся. Ребята, ну-ка пистуйте отсюда. Сучка, это моя корова, и я ее даю. Левачки, да сходите вы еще в один прорыв. У вас так хорошо получается этим фронт ломать. Хотя ладно, то, что они еще не слили Париж, уже невероятное достижение. Зато во Львов взяли. Может, от этого габсбургеры реально перекинут пару десятков дивизий на защиту своих подсотиков. Ба**ть, турки, чук, чип. Хорошо, что их хоть арабы ебут, а то у меня бы кубаноидов уже отжимали. Но это уже не крысятничество, это какое-то колоедство. Когда они к ним вообще вступить успели? Наконец-то сдох трехлятый агрессор. В истории ты запомнишься, как разжигатель войны, лютый пи**с. Под финалочку у Савинкова и Цлидер, или как Савинков с букс, черный конь и бледный конь. Пафоса навернули, с отсылками на Библию, как в каком-нибудь обоссанном Евангелионе. Тьфу, в названии книги тоже по сути. Усадику, кстати, тоже пора в могилку, мне же еще операцию преемник устраивать. Официальное послание российского генштаба австрийскому генштабу, мы ваших жирных бабашек еб... Котлить он меня вздумал, шоу, Девенская. Я ж тебя все равно накажу, гад, ну побойся ты бога. Сюжетный поворот в самом конце второго вельткрига, о котором нахуй никто и не просил. Зря подавстрийские гномики именно в этот раз решили не бунтовать, а вось остались бы целыми. О господи, только не надо мне тут кратких описаний и фанфиков Боречки. Еще и с кратким сочинением, что это такое. Как будто кто-то к ЕГЭ готовится. И без этого все непросто. Ши-ш. Австрийцы действительно поняли, что у них-то нет особых сил поддерживать Германию, и себя бы поддержать. Отвели часть войска, а я этим своевременно воспользовался. Все, минус рейхспакт. Давай, падла, ты меня уже подбешиваешь. Все-таки в очередной раз быдло получило по заслугам. И даже не только от меня. Мощный засос двух кайзеров только продлил их агонию. Я отнял у меня кучу артиллерии. Все-таки в чем-то я в минус таки ушел. Но это ненадолго, заводов хватает. А эти двое, походу, примерно одновременно в ад отправятся. Милитаристы, аналитисты, импотенты с левой резьбой. О, господи, ты-то тут как появился, брателло. Походу, очень вовремя переворот учинил. Вообще, в ивентах про книжки как бы описывается идеология главного российского национального чувачка. Преобразовавшаяся в ходе сначала революции, потом контрреволюции, потом контрконтрреволюции против контрреволюции, потом еще революции. И так далее, по принципу голландского штурвала. Очень ему обидно, что там русские побеждали русских. Хотя, ну как, с одной стороны немецкая армия, с другой стороны половину евреев. Но, ладно, посчитаем, что русские. В общем, надоело ему, что соотечественники убивают друг друга, и лучше вместо этого пусть будут убивать всех остальных. Вот и вкратце весь свинковизм в схемах и мемах. Вот такой вот у нас спаситель святой Руси и богоизбранного народа. Тот, который русский. Германский кайзер таки продержался на удивление дольше австрийского. О, и проливы я себе забираю. Ммм, вкусный обед. И Австрию тоже, хоть ее чисто коммуняки дожимали. Непокорные чехи почему-то с венграми не сдались. Но им же было бы лучше, если бы сдались. И, наконец-то, можно додика миноров к себе в союз звать. Погодите, а почему не люмины? Пока только Хорватия, точнее то, что от нее осталось. После первой и второй перерывчик небольшой. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ау. Ну вот, удачи вам понападать на мирные страны. Это было не так уж и долго и не так уж и сложно, честно говоря. Практически блицкрик. Блин, все-таки все забрать нельзя. Ну, давайте тогда поаккуратненькому. Или заберу. Гой? 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 Да, гой. И корабли тоже плывут к папочке. Мне все-таки еще в Комбританию высаживаться. Братушки? Братушки, вы что, совсем охуели, что ли? А вот этого вот их мува я немного не понял, на самом деле. Ууу, финнов-таки тоже добили. Все сжечь, землю посыпать солью, а население увезти в Казахстан. Да, коммуняки как будто бы ради вообще ничего несколько миллионов челиксов угробили. О, господи, я сначала прочитал, как Армении. Так, ну с Европой, по идее, разобрались. Центральный. Красная мразь, конечно, присутствует еще, но кроме нее много мразей имеется. Например, мгазь азиатская. Не, ну а че? Зря, что ли, евразийских дебилочей в правительство пихали. Я вообще к покрасу отношусь холодно, но если не сказать, что мне на него похуй. Какое-то аутистическое занятие. Да, вполне себе для хойщиков, но я не до конца таки проникся. Основные цели и задачи выполнил, но вот и молодец. Остальное это... Но за такого интересного и непростого товарища На антитерпилочах надо максимальные геополитические цели России реализовать. И так уже неплохо, а будет еще лучше. И, кстати, да, вот нынешние границы уже хоть как-то можно за великорусское государство признавать. Время опять скакать и страдать по азиатским еб... В этот раз аж через море. Начнем с унижения епошек, потому что в регионе они больше всего меня унижали. Но сейчас их унижают китайчики, и, кстати, тоже мы будем унижать. Прям школа какая-то. У анимешек сейчас действительно все крайне неприятно, и там проебались, и тут уже скоро проебутся. Захват Китая и великая доминация в Паназии превратилась в отчаянную оборону Кореи, и то, походу, ненадолго. А у меня тут как раз-таки Курилы, Сахалин, все дела, да-да. Может, вы это, не будете себе положение усугублять? Оно и так довольно усугубленное. БАЛЯТЬ! Я кучу территорий аннексировал, и поэтому у меня много ППшки отняли. ПИРЕДЕЦ, ультра-националистическая буковина. А хоть с фокусами, не? Не, без фокусов. На удивление. А на все внешнеполитические движухи как раз-таки она и нужна. Даже на сербов союз не хватит пригласить. И пока они копятся, даже до какого-нибудь бомжатского Ирана не доебешься, потому что там тоже решение, а значит, тоже нужны палить очки. Железным занавесом, который очень недолго продержится, такая же фигня. В Антанту еще вступить можно, к этим блядям, ой, слава богу, нет. Не, 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 после того, как они меня заставили в тайге ебаться, друзьями мы с ними точно не будем. В общем, как будто бы и так уже много сделали, но дел все равно осталось дохуя. Четыреста пятьдесят корабликов. Спасибо немцам за это. Еще, скажем так, специальные воздушные приколы для японцев готовятся. Нет, к сожалению, не атомные бомбы, но вот такая вот дура стратегическая. Только три бомбоотсека, но это, к сожалению, максимум. Даже на шесть двигателей. Так бы, конечно, больше ебнул. Люблю ковры персидские и бомбардировками. В общем, тащим-то мы во все оружие и готовы. Нормально, наши штурморудия пол Европы прошли, а это козюлина нищенская. Правда, я так и не понял их боеспособность. Лютое дресня или нормально, в принципе. Но ничего, еще будет над кем опыты проводить. А как это у меня легкие танки по производству примерно столько же, сколько средние выходят? Что-то я там перекрутил или не докрутил. Опачки, а я, кстати, наследником Савинкова проебал. Вот такой вот я, долбаю. Даже не так, заруинил его смерть. Он так и остановится на своем особом чувстве славы и новой-новой России, если не применить щепоточку старой доброй Иисуси-магии. А все почему? Да потому что Горгулова реально надо было не расстреливать, а делать героем России со временем. За что он убьет Савинкова нахуй, так же, как и Керенского, психопат чертов. Что называется, прилетела благодарочка. Так что ему ради контента придется восстать из мертвых. Так у интернационаглистов с антантниками остался полноценный фронт, на котором они сейчас будут долбиться. Еще и в пустыне без нормального снабжения. Добренько, добренько. И то, что антанта там издыхает, и интернационаглисты. Ой, бля, хуйка. Хуйка, брат, не надо, дожди вздумай. Я помню, что в игре за проебалтик у меня спасла только высадка американских лангистов в Питер. А вот сейчас повторение этих событий мне бы не особо хотелось. Хотя ладно, не стоит бояться. Что такое Америка без негров? Да ничего. Ну и мне стоит поторапливаться. Да, да, да. Но убил он прошлого президента и убил. Это что, повод человека расстреливать, что ли? Ну как бы да. Но судом отменяется это решение, и подсудимый реабилитирован до стадии оживления. Блин, даже так и минуты реального времени не прошло. Пару недель назад восстал из мертвых, и уже военные перевороты совершает. Дикий поц, натурально дикий. А что, всего три выбора? Я думал, будет побольше. Тут когда-то даже Власов был. До того, как он вместе с Конором Надон релацировался. Понятное дело, первый в списке горгулик. Слушайте, а может его и выберем? Все-таки симпатичный паренек, да и что, зря оживал, что ли? Но есть же еще Абакумов. Наш министр госбезопасности. Что-то среднее между Берией и Гиммлером. Казалось бы, тоже выбор неплохой. Ну и солидаристы, но хтьфу, бяка скучная, везде одинаковая. Надо бы на полу шишгана посмотреть, что у тех и у других происходит. Ну а Абакумов сразу получает минус, потому что мы больше не великороссийское государство, а просто российское. Куда-то все величие растерялось. Да и рожа у него такая. Вот реально, как у человека, у которого была одна работа защитить своего вождя, и он и тут прорумынился. Лол, чё, это флаг Росгвардии? МВД-национализм? Идеология тупо в чистом виде конторскость. По большей части, это реально чисто силовики. Я думал, тут немного в другом направлении сюжет пойдет. Ну хоть, слава богу, с великими чисточками. Еще и штрафбатами. А вот у Горгулы заметно больше контента. Даже слишком много фокусов. Как бы это все на шестую серию не продлилось. Хотя, знаете, ладно, чё уж. Такому перчику можно. Ну и да, он сразу после своего восстания из мертвых устроил военный переворот в государстве тотального порядка. Я действительно верю в его неплохие организаторские способности. Тем более, если Борька по своему характеру и мрачности походил только на европейскую гегемонию, то вот на мировую этот парняга гораздо лучше подходит. Бл***ь. Он кубаноид. Люди, люди, бегите. Спасайтесь, уезжайте в Америку куда угодно. Вам всем п***да. Это не Гитлер, это не Полпот. Это что-то на совершенно новом уровне ужаса. Наступает новый, истинно проклятый мировой порядок. Ой, прямо с первого фокуса мотыги фигурируют. Скорее всего, использованы они будут так же, как у кое-кого ранее упомянутого. Чтобы не тратить патроны, как средство массового умерщвления врагов государства. Истинные русские. Это вот эта вот кубаноидская харя, что ли? Аграрии. Да, я понимаю, это звучит не очень ужасно, но на самом деле довольно-таки ужасно. Короче, русский Теодор Качинский захватил самую большую и самую сильную державу планеты. Тревайтесь, хлопцы. Россия? Ой, да что там Россия? Весь мир уже не станет прежним. Обратного пути нет. У нас уже был обычный вождь, в оригинале красный вождь, но на Амуре был синий вождь, а теперь время зеленого вождя. Сука, прям какой-то светофор. И так была всеохватывающая диктатура, а теперь уже какая-то околокультистская хуйня началась. Флаг-то какой. Где-то я этот символ уже видел. На самом деле, я Горгулова выбрал по большей части, потому что у него национал популизм окрашен особым зеленым цветом, и потому что за него на бусти проголосовали. Кстати, подписывайтесь на бусти, ссылочка в описании. Ух ты, ёк, макарёк. Зеленые около полпотовцы реально начинают деиндустриализацию. Кто бы мог подумать? Ну точно не я. Кхм-кхм, это многое. Не так прям, чтобы все производство сдохло, но многое. Не, ну я понимаю, возвращаемся к природе, к корням, познаем силу земли с помощью огурцов. На пути в Великую Скифию. Ну а можно как-нибудь без этого обойтись, а? А, ладно, мне потом все бафами перекроет. Ну не все, но хоть что-то. Промышленности не будет, но зато на морально волевых будем вооружаться. Только надо определиться, какую подветочку будем первой качать, чтобы просто страдать, а не сильно. Вот, например, дикий национализм. Вообще это хорошо, но как-то плохо. Дикая и необузданная природа нашего народа уж слишком дикая и необузданная. Я так манпуера не напасусь. Не будем пока действовать, надо просто скопить сраной ппшки наконец-то. Первыми под мотыгу нового царя Евразии, как и я обещал, отправляются хипайщики. Для начала можно было бы потребовать сахалин, но думаю сразу будем окончательно решать этот вопрос. Ну потому что, ребята, ни о чем. Просто нулевочка. Я все-таки попросил сахалин с курилами, но МЧСВ не позволяет его отдать. Поэтому снова завыли холодные ветра войны. Под такие праздничные события можно уже и начинать. А нет, не будем пока начинать самодеиндустриализацию. Сначала надо таки установить железный занавес, чтобы его можно было вовремя порвать. Да и куда мне сейчас снижать производство, если нужно поддерживать эскадрилью в 500 стратегических бомбардировщиков, которые полетели сжигать юные сакуры. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это я тебя поймал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, какой-то движ, новый заряд ебнутости, все заиграло совершенно другими красками. Че, речь Черчилля? Он еще жив? А, он прямо к нам приехал? Ха-хо-хо-хо. Зря. Объявила о начале холодной войны, но правды ради она будет не такой уж и холодной. Сразу после подунывших островных азиатов уже без флота. Ну и правшизой все-таки займемся. Рыночников вырезать, социалистов вырезать, фашистов вырезать, всех вырезать. Всю так называемую элиту. Творческую, экономическую, научную, похуй. Хватит почитать Адама Смита, Петра Первого и прочих Марксов. Время родную землю любить. Да, они своего рода землеебы. Горгулов лидерали как Джо Кир, Ливна Сосайте. Деньги не главное, главное ебнуться вовремя. А потом уже можно сжигать поганый мир капитала и промышленной революции в зареве новой эпохи. Реально как зеленые в гражданку. Вообще против всех. С соответствующими последствиями. Но зато у тех, кто эту катавасию переживет, не останется выбора, кроме как присоединиться к нам. Иууу, я даже сам не заметил, как Сахалин взял. И проебал Камчатку. Ладно, сегодня без крабов. Ну и не страшно, одна высадочка к этим дурачкам, которые и в Корее, и в Южном Китае до сих пор воюют. И все, пишите письма. Прямо в ад. Из-за нас туда все прям штабелями валятся. Ой, бедные черти. Ох, полетели братушки, ребятушки, крестьянские, анпримовские. На средних танках и штурмовых орудиях. Конечно, не самые подходящие средства для морской высадки, но думаю, так все по красоте пройдет. У них таки даже немного дивизий на оборону побережья осталось. Но опять же, эти машины Берлин брали. Че им какая-то негаата. Слишком уж много для тебя родной противопехотной атаки. Сдавайся лучше сразу без боя. Все равно исход предрешен. А вообще, слава богу, они новые дивизии не подводили. А то че-то как-то туговато пошло. А вот теперь старый добрый близкрижек полетел. Самое сложное уже позади. На островах у них, походу, вообще только прибрежная гвардия была, и то чуть-чуть. Надо флот еще южнее отправить, чтобы все, что сюда пыталось доплыть, таки не доплыло. Токио за три дня с момента высадки. Тут, в общем-то, и говорить не о чем. Червячок быстро пал. Максимально быстрый слив с максимально большим позором. Ну давай, расскажи, как там поживает твое паназиатское главенствование? Видно, не очень. Шо ты маленький привет, куда поплыл? Все, некуда уже плыть. Только если что, прямо вниз. Ну куда, дура, камикадзе сраные, практически мои кораблики гробят. Добро, добро, хорошо. И опять забираем все. А нет, не все. Ладно, обойдемся без немецкой Полинезии и оставим ее немецким полинезийцам. И Каролинские острова с островом Гилберта, потому что у них дебильные названия. Все, остальное четко наше. И без кораблей? Ооо, плохо, но ладно. Сука, какая дебильная система. Че, они просто ржаветь останутся? И кто ж следующий? Коммунисты? Хе-хе-хе-хе. Тру-ту-ту-тра-та-та. Как будто бы пора. А то еще раскачаются сейчас, манпувера наберут. А нам этого вообще не надо. Да и пора бы уже вернуть азербайджанские нефтяные месторождения в родную гавань. О, господи. Правитель радикально-националистического Тайваня, это я без маски. Опа! Опа! Вратушки опять против меня войну готовили, но я их успел вразумить, и они теперь официально в списке моих подсосочей. Вот теперь уже точно вторую, точнее третью мировую войну можно начинать. Тем более дебафы от ветки Горгулова закончились, и наконец-то пойдут бафы. Орда древних скуфов-скифов выдвигается на позиции. И больше мяса, больше. Пять миллионов, это все еще мало. Нее! Заодно и немцам поможем отомстить, ну, хоть кому-то. Че там у них по авиации? У-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. У, все просто прекрасно, но я забыл к Азербайджану войска подвезти. Благо дивизиями так насрано, что уже не проблема какую-нибудь заштатную армейку на Кавказ отправить. О, а вот это сильно. А хотя не то, чтобы я большего манпуера ожидал. Ля, бешеный волонец тоже наш дружич, и от этого отдельно приятно. Ура! Гол! Гол! Я уже забивался забивать за эту игру. Ну, давайте, у немцев получилось, еще бы у нас не получится. Да! Да! Да, на Париж! Ой, блять. На нас из Люксембурга контрнаступают, и это серьезная угроза. А ну-ка, быстро кто-нибудь ликвидировать прорыв, только не надо мне вот это вот тут сейчас. Разговор ни о чем и ни для чего, этот ваш интернационал. Удивительно, как у них еще получалось немцев пропушивать. От двух до четырех застанных пехотных дивизий на клетку. Ну, это даже как-то неуважительно. Казуалище, ебанное, воюй лучше. Я хочу хоть какой-то сложности. Ну, какой же ни о чем уж. И все из-за гнилой промышленности, которая ослабила их боевой дух. Задохлики, работяги. Вы слишком уж понадеялись на свою технику. Особенно, учитывая, что ее так мало. Наши раскачанные чат-пахари одной левой вас засеивают под землю, как семена весной. Мотыга их... Так, и минус танк. Хотя их и так, в принципе, нет. Унылые заводские сученьки. Даже избивать не так уж и весело. Хотя, шучу, весело. Хо-хо-хо-хо, и блять. А вот это уже знакомо. Только там еще к этой веселой компашке Сталина присовокупляли. Возвращаемся к скипским корням с помощью православной церкви. С помощью неоязычества вырезая ее гниющую часть. Мне вот интересно, на духовно-бытовом уровне или немножко там физически. Хотя тоже, правда, ради надо понимать, куда я все-таки попал. Ля, я даже через Альпы прорвался на изичах. С полной ответственностью могу заявить, Париж берется гораздо проще, чем Берлин. Домой, к папочке. Даже не хочется особо головать и гайдовать в честь этого, потому что, ну, слишком просто. Вот так вот, Вилька, сука, из могилы смотри и учись, как Близ Криги делать. Как красиво отрабатываем, чистенько. Вот так вот и заканчивается мировая революция. Крайне бесславна, к слову. И последние ее защитнички, это наши же большевистские предатели. Кого-то кроме них тут найти сложно. Как будто бы около месяца война идет, у Франции уже полляма потеря. Если всех вместе брать, то там очень хорошо набирается. Наших тоже щелкают, но по сравнению с потерями комиков, ноль просто. Тем более, ебнутых аграриев мы уже массово в армию набираем. Так что даже и незаметно, что у нас что-то тратится. Натурально проходим, как полгода немоющийся ходщик по забитым школьным коридорам. Кое-где еще присутствуют иногда наметки на нормальное сопротивление, но... Блин, с новыми классными бафами мы кое-где в минус уходим по снаряке. Ну, в смысле, по производству в день. При Савинкове такое вообще не могло быть. И то не везде. Но того, что уже сделано, нам очень надолго хватит. Нету таких крепостей, которых не могут взять зеленые, ультранационалисты, православные, язычники, что-то. Че это на меня до сих пор модификатор от Холодной войны действует? Она вполне уже себе потеплела. О, господи, ну почились простыни. Обсасываем находки археологические, как у какого-нибудь Гумилева в ТНО. Только ищем в более непростых местах, прямо на дне Черного моря, которое выкопали древние скифы. Ну как, сначала закопали, чтобы удобнее было водопровод провести, а потом опять раскопали. Это не просто какой-нибудь турецкий дед хотел где-нибудь трубы сплавить и потонул случайно. Это великая мудрость наших древних предков. Пока эти ваши европейцы с коммунистами и евреями тебе в ладошки срали, у нас уже были фаянцевые унитазы. Потому что мы великий народ. И что? Колян с барихуанной? Ну тогда точно великий. Не, ну такую часть нашей истории нельзя игнорировать и забывать. Срочно, необходимо, легалайз. Тем более так, нашему народу будет гораздо проще привыкать к новому мессии и его неожиданным идеологическим поворотам. Ну Гаргул реально, кстати, практически как Иисус, по крайней мере в деле воскрешения. Шах и мат атеисты и те, кто его не любит. На самом деле много кто... Ой, ладно, опять что-то долговато получается. Я так затхался монтировать. Оставим все это на следующий раз. Что тут? Коммунистов добить там, высадиться тут. Китай, это вообще хтфу. Пройтись пешком, даже проще, чем по Франции. Надо все потом. А ну пока. Пока-пока.